Сегодня в России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35 многофункциональный самолет, который, как говорят конструкторы, способен действовать в условиях самых интенсивных конфликтов одинаково эффективно завоевывать превосходство в воздухе и уничтожать цели на земле ПВО противника не преграда С началом нового важного этапа в создании истребителя, инженеров и испытателей поздравил президент Тимур Сиразеев обо всем подробнее МиГ, которого так ждали. Новейший истребитель взмывает в небо Это первый испытательный полет. МиГ-35 стрелой стремляется вверх Он крутится вокруг оси, снижается, летит кабиной вниз Все это наглядное подтверждение. Истребитель быстрый и маневренный По словам экспертов, если сравнивать его характеристики, он превосходит зарубежные аналоги А это начинка самолета Эти кадры мы снимали, когда МиГ-35 еще собирали Истребитель видит все в радиусе 300 километров Компьютер контролирует сразу 10 целей и сам определяет, какая из них самая опасная Ракеты уничтожат воздушную, наземную и надводную цель А вот подбить МиГ будет сложно Истребитель имеет несколько уровней самозащиты Они могут обмануть систему наведения ракеты и локаторы противника Самолет полностью сделан в России Все системы, отечественные разработки и сборки Истребитель спроектирован специально для ведения боевых действий В условиях конфликтов повышенной интенсивности В условиях высокой плотности ПВО Высокие показатели, которые имеет самолет достигнуты Благодаря использованию впервые вновь установленном комплексу Бортового конкурса обороны Новая оптиколокационная станция Снижены в разы радиолокационные заметности На видеосвязи с летной площадкой завода-изготовителя «Кремль» Владимир Путин поздравил коллектив с началом испытательных полетов Первые серийные 35-е поступят на вооружение в 2019-м Это действительно интересная, уникальная машина Можно сказать, 4-2+, приближается к пятому поколению И очень рассчитываю на то, что и наша армия будет значительно усилена этой машиной Наши военно-воздушные силы, военно-космические силы Но и этот самолет имеет хороший и экспортный потенциал Имея в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина МИГ-29 И создана хорошая инфраструктура в этих странах для использования этого истребителя 35-й в разы превосходит своего предшественника МИГ-29 Дальность полета увеличена в полтора раза Новый истребитель может нести под крылом в два раза больше ракет В том числе лазерное оружие При выполнении полета цели и результаты достигнуты полностью Все системы бортовые работали штатно Силовая установка, комплексная система управления самолетом работали штатно Качественная оценка экипажем положительная На заводе, где собирают МИГ-35, планируют производить и новый гражданский турбовинтовой ИЛ-114 Лайнер в эксплуатации с 2001 года Президент 6 месяцев назад поручил возобновить его серийное производство И как сегодня заявил руководитель Объединенной авиастроительной компании На заводе в Подмосковье будут собирать 12 лайнеров в год Тимур Сиразиев, Игорь Крецков, Александр Напалков, Первый канал